В эфире новости Прима. Вместе с вами моя коллега Анастасия Цыганова и я Максим Любимов. Мы сегодня выпуск продолжаем с нашими гостями. Мы сейчас поговорим с вами о том, как правильно совмещать отдых и учебу. Об этом нам расскажут Екатерина Еремина, заведующая отделением иностранных языков Института филологии и языковой коммуникации СФУ. И Ольга Солдатенко, представитель дирекции социальной сферы Красноярской железной дороги. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы должны добавить, что в конце беседы мы обязательно разыграем путевку. Наши телезрители имеют такой шанс отправить своего ребенка кое-куда. Не в Таиланд, в детский необычный летний лагерь. Поэтому внимательно следите за эфиром. И сразу первый вопрос. Вот сейчас дети некоторые, они уже даже думают на английском языке, те, которые занимаются, те, которые изучают язык. Но все-таки почему именно сейчас так необходимо изучать языки? Кто ответит? Ну, наверное, я как, может быть, профессионал, как преподаватель иностранного языка. Я хочу сказать, что действительно в современном мире невозможно себе представить без иностранного языка. Это уже такой must, must have. И, наверное, ни для кого не открою секрет. Это уже понятно, что границы стираются, глобализация, путешествуем мы больше. Но для меня, наверное, все-таки самый первый фактор – это то, что вся информация, оперативная информация, она на сегодняшний день поступает на английском языке, на иностранном языке. И вот если вы хотите быть в курсе всего, что происходит, оперативно владеть информацией, конечно, нужно знать иностранный язык. А в каком возрасте лучше всего детям начинать изучать иностранный язык? Кто-то говорит, чем раньше, тем лучше. Но у вас спорный вопрос. Ну, я тоже, наверное, придерживаюсь. Но я здесь немножечко поменяю эту формулировку. Я скажу, что чем раньше, тем естественнее. Потому что в юном возрасте, когда ребенок еще совсем маленький, он воспринимает этот процесс как естественный. Ну, совсем маленький – это сколько? Три-четыре года, да? Ну, может быть, даже, да, три-четыре. Это хорошая тенденция, на самом деле. То есть родители должны, видимо, начинать внедрять этот иностранный язык в жизнь? Не навязчиво. Очень не навязчиво. Через какие-то игровые формы, дозированное, я бы так сказала. Согласитесь, важно ведь, чтобы ребенок, который изучает иностранный язык, про родной-то тоже не забывал. Потому что получится в итоге так, что он к семи годам будет идеально знать английский и двухслов сказать не может по-русски. В наших условиях, я думаю, это такая иллюзорная ситуация. Такой, конечно, не будет. Но вообще в современной методике понятия родной и иностранный язык уже не существует. Есть понятие первый язык, есть понятие второй язык. Когда вы заполняете анкеты на иммиграцию, на визы, нет понятия foreign language или native language, есть понятие first, second и так далее. То есть подоплека вот этого процесса как раз та, что любой язык, любой иностранный язык может стать вашим родным языком. Максим прав, дети сейчас телефоны достают, там же все опции на английском языке, и они так быстро разбираются в этом, гораздо быстрее взрослых. Поэтому проблем с этим не должно быть. Вот это тоже от качества жизни и уровень жизни зависит, конечно же, от знаний иностранных языков. Ольга, скажите, а вот группы, которые формируются в этот детский лагерь, там дети разных возрастов в этих группах или как-то распределяются они между собой? Конечно, дети формируются по возрасту, потому что им проживать в лагерях нужно, именно по возрастному принципу мы их делим. А что касается вот обучения языка, там они уже отдельно будут делиться на группы, именно по уровню знания. То есть возраст может быть абсолютно разный? Ну не абсолютно, конечно, скорее всего не абсолютно разный будет как бы знание языка. Но то, что в группе могут быть дети разного возраста, это абсолютно вообще естественно. Потому что кто-то дополнительно даже занимается, кто-то только школьную программу. Поэтому... А сколько по времени они будут проходить обучение? Ну вот стандартные же есть какой-то срок? Самое лучшее — это полное погружение. Полное погружение — это с утра встали на зарядку, всё на английском, и вечерние мероприятия, и дневные. То есть это обыденность, быт, он весь проходит на английском языке. Это самый лучший урок — проснуться и заснуть с английским. А это уже первый такой поток или уже есть опыт? Насколько нам известно, да, школы английского языка, они есть, они были, проходили, но, как правило, модули обучающие, они проходили 2-3 часа в день. Это прям занятие обычно так проходит. Мы этого избегаем, как раз мы делаем полное погружение, чтобы не было вот этого за партой сидеть, вот этого понятия, что, ой, идти на урок. Нет, тут мы живём, мы... Всё, что делается, всё, что происходит... Чтобы летние каникулы не превратились в каторгу, да, да. Вот именно, мы вот этого избегаем. Отдыхаем, а тут же и учёба. Поэтому мы даже говорим о том, что это уникальный проект, потому что действительно вот такого, чтобы вставать и ложиться спать, вот просто в быту пользоваться, такого ещё не было. Вот после такого погружения родители замечают разницу? Вот дети обучались в школе обычным способом, английском языку, и потом приезжают после погружения, начинают с ними разговаривать по-английски. А родители, например, что-то не понимают. Вот такой эффект возможен? Мы надеемся, что такой эффект и будет. И они ещё родителей научат потом. Когда погружаешься, потом сложновато немножко даже входить в... Потому что настолько нравится, настолько глаза загораются, и тебе нравится изъяснять свои мысли на английском языке, что немножко ты, конечно, в обыденную жизнь свою используешь английский. Но как бы русский не забудешь никогда. В нашей обстановке всё равно. Ты живёшь в России, и как бы это невозможно. Но то, что по окончанию курса дети будут говорить на английском, я очень надеюсь. Екатерина, Вы как профессионалу своего дела, для полного погружения какие факторы необходимо соблюсти? Я не знаю, как это всё происходит? Ну, тут даже ключевое, наверное, слово нашего лагеря, отличие, отличительная особенность этого лагеря, это не только полное погружение, это ещё долгосрочное погружение. Обычно те погружения, которые проводятся и которые приняты, это погружения двух-трёхдневные. То есть целью таких погружений могут быть разные. Или закрепление материала, или раскрепостить каким-либо образом детей. А вот в наших условиях, в нашем лагере, мы планируем долгосрочное погружение. То есть две недели за это время мы планируем, что процесс присвоения ребёнком иностранного языка, он вообще наступает на пятый-шестой день. И вот язык, который выступает как посредник через активности, через какие-то игровые вещи, через деятельность, которая детям интересна, и в то же время она полезна, потому что она происходит на английском языке. И всё-таки много же нюансов в языке. И люди, которые рождаются, носители английского языка, они знают все вот эти идиомы, выражения, какие-то поговорки. Но вот как нашим детям это всё выучить всё-таки? Вы знаете, это не должно быть самоцелью. Нюансы и вот эти вот все вещи. Это уже очень высокий уровень. И на уровне бытовом, конечно, об этом говорить пока рано. Это не нужно ребёнку? Это не нужно, нет, абсолютно. Можно и без этого спокойно обходиться на самом деле. Главное, чтобы если ребёнка поместили куда-нибудь в Нью-Йорк посреди улицы, посреди толпы, он смог понять, где он, и попросить помощи, например. И сможет, и поймёт, и, мне кажется, очень успешно социализируется и адаптируется. Это точно. Я бы точно до речи потерял, если бы так внезапно оказался где-нибудь на Манхэттене. Вот сейчас, я думаю, было бы хорошо. А вот эти модные в последнее время разговоры о полном погружении, о подобной форме обучения, они имеют какие-то свои плюсы? Я имею в виду, это более эффективное изучение английского языка, нежели в школе за партой? Конечно, это более эффективное, потому что именно такое погружение помогает сломать так называемый языковой барьер. Так, слушайте, давайте тогда отменим учебный год. С июня по сентябрь они будут в детских лагерях учиться всему, а всё остальное время будут каникулы. В нашем городе были такие вот школы, которые учили, и учебники были на английском языке. Такая практика, в принципе, была. Но вот интересно, как всё-таки сами дети-то реагируют на... Вы их не заставляете разговаривать на английском, они сами этого хотят? Или вы придумываете наказание, что, например, сказал русское слово... Нет, нет, нет. Будешь спать на чердаке. Нет, что-то такое. Ни в коем случае. Мы совмещаем отдых и учёбу, мы совмещаем развлекательные мероприятия с английским языком. И чтобы детям именно было интересно общаться с иностранцами, которые будут там. То есть на дискотеках там не будет «Руки вверх» играть? Нет. Уже хорошо, уже неплохо. У нас есть языка, которые также будут жить, то есть не просто в гости заезжать на какое-то время, а будут также жить с ребятами и проводить день. Это очень ценно, на самом деле. Человек, который может научить себя правильно произносить вот эти слова, да? Причём они будут по возрасту близки школьникам, это будут студенты. Да, что очень важно. До пяти человек мы планируем. Привестись. Да. Носителей. Носителей на постоянное, на все две недели. Круто. Давайте ещё раз пробежимся по возрасту. Сейчас телезрители, которые смотрят, они должны понимать, вот у меня ребёнок, ему там семь лет. Поздно. Поздно? Или самое время. Или как? Ну, учить английский никогда не поздно, но погружение мы делаем, вот данный проект с 10 до 16 лет. Хорошо, ему 10 лет, он вообще не знает английский, только русский. Ой, welcome. Абсолютно добро пожаловать. Что это значит, объясните. Добро пожаловать и с удовольствием. Научим, научим. Наоборот, вовлечём, разбудим любовь к языку, интерес, это же самое главное. А самое главное, это, что по-русски, как по-английски сказать, халява. Есть, 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 есть. Это тот нюанс, который, из которого можно будет дождаться. Я сейчас нашим телезрителям хочу предоставить вот этот шанс получить бесплатную путёвку в этот необычный летний лагерь. Вам нужно 20-м по счёту прислать смс-сообщение на номер, который вы видите сейчас на экране. А в этом смс-сообщении должен быть перевод фразы «English Villa». Это, мне кажется, вопрос не столько на знание английского, сколько на логику, но давайте опустим этот момент. Итак, перевод фразы «English Villa», присылайте смс на номер, который вы видите на экране. 20-й, правильно ответивший, получит бесплатную путёвку в этот необычный летний лагерь. Что за лагерь? Объясните. Это лагерь полного погружения в английский язык «English Villa», который находится в Миносинском районе, чудесной курортной зоне, рядом озеро Малая Казыкульская. 13 дней погружения в английский язык для детей от 10 до 16 лет. Проходит это на базе лагеря, которым принадлежит Российским железным дорогам. И мы давно занимаемся этой деятельностью в плане доверять, можно своих детей в плане безопасности, медицинского сопровождения. Это всё, конечно, будет в том числе. Любая бабушка или дедушка сейчас смотрит этот эфир. И главный вопрос – кормят хорошо? Кормят. Сколько раз в день? Уникальное меню разработано, в котором каждый день будут разные блюда. То есть не повторяются специально на 13 дней. Где информацию можно найти о вашем лагере? В нашем лагере можно найти информацию в соцсетях. «English Villa» – это и есть тот самый пароль, который выведет вас на наши сайты Красноярской железной дороги и также в дирекции социальной сферы. Ну что ж, мы желаем удачи тем, кто сейчас гуглит, что же такое «English Villa». И благодарим за беседу заведующего отделением иностранных языков Института филологии и языковой коммуникации СФУ Екатерину Еремину. И Ольгу Солдатенко, представителя дирекции социальной сферы Красноярской железной дороги. После небольшой рекламы мы с вами обязательно увидимся.